Доброго дня наши хорошие подписчики и гости канала. Пришла я с рынка. На улице сегодня у нас похолодало. 5 градусов плюс, но при этом такой ветер резкий, холодный. Прямо такие аж и видимо в нашу сторону, поскольку и в доме так как-то чуть-чуть стало посвежее. Значит к нам едут завтра, утречком выезжают наши друзья. Я Витин сослуживец, мы с ними встречаемся, дружим, общаемся. И поэтому небольшие покупки такие сделала для того, чтобы встретить людей и на завтрак, чтобы была какая-то там нарезочка, сырок и так далее. Поэтому пробежалась и дома, дома генералим, ну короче да, готовимся плотно, конкретно, по серьезному. Ну, значит я ушла на рынок, а Витя умничка и полы протер, и попылесосил, и пыль протер, и значит цветы полил. И со Степой тут гоняет Степа, короче меня радует обалденно. Захожу я с рынка, раздеваюсь, захожу в зал от радости, что я иду с места, короче перед моими ногами. Он прямо как подпрыгнет, что ли не до головы мне, побежал, играет, я говорю, Степаша, подожди. Короче, и вчера я ходила к Дане вечером поздно. Витя говорит, тут Степа такое творил, просто гасает с кресла, на подоконник, на стол, на диван. Вот эти его выкрикивания, он когда бесится, играет, у него такие звуки, ну опять-таки, ну не удается мне поймать этот момент, когда он издает такие звуки и бесится, потому что он не фотогеничный у нас мальчик. Вот, такие покупочки, ну овощи дорого, конечно, но хочется уже и салатика, и запах огурца, перчика, редиски, зелени, все же хочется, ну я не знаю, уже насладиться, поэтому взяла такую небольшую капустку, капуста по 80 гривен за килограмм, но так как она легкая, смотрите, какая форма интересная, сердечко, вот, легенькая, вкусная, ароматная, завтра будет салатик у нас. Огурцы нашла по 70 гривен, наших почему-то сегодня не было в продаже, это привозные, по 70 гривен, так, смотрю, 100-110, разные цены на огурцы, вот, ну по 70, прекрасная цена, вот, ну перчик один захотелось мне, вот такой перчик по 110 гривен за килограмм, такие пузатые, зеленые, желтые и красные, по 200, вот, а это 110, думаю, ну нормально, за один перчик там тоже, это совсем небольшие копейки, зелень по 20 гривен, вот, тоже взяла зеленушку, и открывали сезон по помидорке черри, разрезали один помидор, я говорю, Витя, прям помидорный помидор, кислиночка, запах такой, значит, посленовый такой, как будто бы оно только с грядки, короче, вкусные-вкусные помидоры по, по чем, по чем, по чем, по чем, 110, тоже 110, да, ну и редиска, пошла редиска, цены, конечно, еще не редисочные, короче, 50 гривен, полулитровая банка, но с горочкой, так накладывает бабулька горку, приходила невестка сейчас, чаевали, кофевали, короче, говорит, вы дома-дома, я зайду к вам на кофеек, на улице холодно, можно-можно, так, чтобы проводили гостью, невестка забегала, мимо пробегая, мы что-то рядышком живем, почаевали, покофеевали, вот, дальше, по поводу нарезки, купила три вида сыра, ребята, есть у нас магазин, называется Водный мир, и там есть целый стеллаж с хорошими выстоянными сырами, там цены, конечно, ну, он действительно, настоящий выстоянный сыр, и цены, соответственно, выше, чем, ну, скажем, я никогда не покупала сырный продукт, даже на затирку сырный продукт я не беру, поскольку я люблю, когда сырок, пусть он будет дорогой, но небольшой кусочек, но вкусный, насыщенный, и такой, чтобы хотя бы плавился, потому что я буду делать картошечку по-французски, мне нужно затереть, да, затереть картошку хорошим сыром, чтобы оно было плавкое, тягучее, прикольное, вкусное, и купила сыр Рамзес, который стоит 290 гривен за килограмм, сыр Эдам, попробовали сейчас, все вкусно, действительно, сыр Эдам по 310 гривен за килограмм, ну, и побаловала себя, как он, бри, сыр бри, маленький кусочек я взяла, тоже, по-моему, очень 60 гривен получилось, не помню, я цену вам не скажу, что-то как-то забыла я за цену бри, ну, тоже около 400 гривен, вот, такие вот 3 вида сыра, взяла хорошую ветчина, видите, это, да, у нас, да, ветчины кусочек небольшой взяла, попробовали, действительно, ветчина сухая, то бывает, знаете, возьмешь ветчину, начинаешь ее нарезать, а с нее течет вот такая, ну, водичка какая-то, не знаю, не хочется ее кушать, она такая вся вот, ну, такая желейная, а это сухонькая прям, и довольно-таки вкусная, куски мяса прям видно, так спрессованы, хорошая, значит, взяла на нарезочку, правильно, потому что завтра день, послезавтра полдня, до 2 часов у нас банкет заказан на 2 часа, надо будет чего-то перехватить, какая-то должна быть, знаете, такая быстрая еда, чтобы не готовить, и попытаемся меньше кушать, потому что нам идти с голодными желудками нужно, помните? с хорошим настроением и с голодным желудком, ну, и так как будет ужин у нас картошечка по-французски, думаю, ладно, уже возьму одну, эту самую скумбрию копченую, холодного копчения, она всегда ароматная, вкуснячая, короче, скумбрия, скумбрия мне не понравилась, она, ну, что-то такая, трошки заветренная, а это скумбрия, 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 кстати, очень всегда хорошая и вкусная, но бывает она вот, ну, вот полежит на витрине и начинается так вот, ну, как рыбка, она от воздуха, то все, начинает терять свою красоту, глянется и ссыхается, мне она не понравилась, все, ребятки, вот таким образом, вот такой у нас контент, сейчас я быстренько буду по кухне и в ванную, и, ну, в общем, дел много, вроде кажется, ничего такого, по сути, особого и не делаешь, там то, там то, там то, а день бежит так, вот уже 4 часа, я даже и не заметила, когда пробежал этот день, ничего, еще дел очень много, будем общаться. Ребятки, ну, а теперь я отвечу на вопрос заданный, был он еще вчера, какой-то из подписчиц, без фамилии, без, скажем так, не имея на это права, каждый считает как нужно, ну, я без фамилии всегда отвечаю на вопросы, человек поймет, о чем идет речь и поймет, что это в его адрес сказано. Был задан вопрос по поводу Вити, Витиного голоса, Витиного, скажем так, романтизма, песни и так далее. Значит, не хочется углубляться в какие-то глубины, но я попытаюсь кратко сказать и рассказать, это, наверное, подписчик, который еще не знает нашу, скажем так, начало нашей жизни с Вити, как оно случилось, как оно получилось и предысторию вот эту, и поэтому я так быстренько, бегленько, но расскажу самое основное. Музыка для Вити существовала с очень малолетнего времени, он жил, значит, в селе, переехали они с родителями, и у них на улице были молодые люди, такие же, как Витя, и, значит, они росли вместе, и был у них такой уголок, где всегда звучала музыка. Какие-то ребята собирались на лавочках, то-сего, как бывает, знаете, куточки такие, это был такой куточек, где всегда звучала музыка, и там всегда присутствовали разные дети, разная молодежь. И вот эти музыканты, кто всегда музыцировал, пел песни и так далее, они видели, кто интересуется музыкой, а кто имеет право мешать вот этому. Те, кто мешал, например, вот этим песням, каким-то там спевкам, тех ребят отгоняли и говорили, не ходите, не мешайте, то-сё. Витю никогда не отгоняли, потому что видели, что в Витиных глазах горит огонёк, когда он слышит музыку. Он внимал вот эти песни, навыки игры на гитаре, потом попросил, поучите меня. Долго времени он ходил, учился, ему давалось это с трудом, но он вникал вот в эту вот всю систему игры на гитаре, песни и так далее. Ребята услышали и голос Витин, всё. И вот с тех маленьких таких лет Витя уже музыцировал, учился песням, впитывал в себя вот это вот наслаждение песни, потому что для Вити песня это в жизни самое основное. Он любит песню, он слышит песню, он умеет сам очень хорошо петь, но это видно и слышно, правда же? Ну, я не обманываю. Вот, и у него как-то по жизни всегда песня была рядом с ним, и всегда он пел, напевал на огороде, там где-то мы были с ним в Рыбаковке, Рыбаковка это база отдыха наша станционная, ну, атомная станция, всё, и там у нас есть база отдыха, там часто люди отдыхают. И мы там с Витей были, и он мне показывал первую сцену, на которой он пел песню. Эта сцена до сих пор есть, вы можете себе представить, он маленький мальчишечка, он пел эту песню, у него всё получилось. Вот, и первая его работа была тоже связана с музыкой. Он был, Витя, как ты был? Ты был физруком, да? Ну, физруком 80-го класса. Да, физруком, но там всегда тоже звучали песни. Пионерские лагеря, какие-то там походы, всё остальное. То есть Витя всегда был с музыкой рядом. И потом, когда он уже повзрослел, когда он уже стал парнем перед армией, всё, в его жизни был такой хороший, я считаю, это обалденный такой, но мы все выросли на этом, когда были танцы, были свадьбы, всё было с живой музыкой. Так называлась эстрада, помните? Было такое. То есть он играл на свадьбах, на дискотеках, у них была группа, они ездили по, куда их звали, аппаратуру с собой тягали, всё это на машинах, провода, гитары, струны, барабаны, всё это было, то есть была сыгранная группа. Ну а когда пришло время обзавестись с семьёй, скажем так, ну а семья и музыкант, который по всей стране курались, и сами понимаете, Витя стабильно подумавший, понял, что в жизни что-то должно, имеет право прекращаться, то есть он прекратил работу вот именно выездным музыкантом, вот рождались детки, семья, всё остальное, но при этом песня в доме всегда звучала. Он в общежитии жил с маленькими детками, там музыцировал, до сих пор там есть и знакомые, все друг друга помнят, знают. Всегда звучали песни, которые были в нашей молодости и звучат сейчас, и если вот так вот я имею право сказать, что песни, которые пелись вот тогда в нашу молодость, они поются и сейчас, и молодёжь эти песни уважает, ценит и любит. Сейчас музыка не хуже, нет, совершенно не хуже, она колоритнее, открытая, и рэп, и джаз, и всякие стили песен, но за столом и в компании всегда поются наши песни, наши молодости, добрые, хорошие песни, даже далеко ходить не надо, все мы их знаем, да, пусть это будет, ну, например, какие, там, где клён шумит, остановите музыку, вот это вот всё, ну, я не знаю, все мы их знаем, червонарута, да, украинских, вони дуже спевочи песни украинские, дуже колоритно звучат красивые слова, даже одно слово, вот, кохання, по-русски любовь, украинские кохания, а в этом слове кохание, воно все там звучит, да, кохание до, до всего, до матери, до жинки, до дитини, до природы, до родины, это тут всё в одном слове, вот, ну, и опять-таки, настолько музыка, видите, преобладает, что ли, он настолько музыкальный человек, его звали в хор, петь сюда наши, услышали его голос, у нас в городе очень большая школа музыкальных, танцевальных, спортивных, плаваний, у нас очень много таких перспектив для деток, для людей, которые поют, играют, всё это есть у нас, и Витю туда звали, он ходил какое-то время, но для Вити есть такая, вы знаете, ну, кто-то может петь в хоре и быть во многоголосье, всё это получается красиво, всё нормально, но Витя, он, по сути, сам имеет хороший голос, и для него такие какие-то подпевки, ну, видимо, он как солист, он сложился сам для себя, поэтому какое-то время он походил, ещё очень много лет просили его вернись, то всё, потому что голос действительно поставлен, хороший, и слух обалденный, всё это здорово, но он не стал туда ходить, вот, и, скажем так, настолько её много, эта песня, что и нас она с ним связала, поскольку, если бы я Витю не знала, вот будучи, где-то он, вот часто бывает, он ходил, когда с ребятами, там, пикники у них, какие-то вылазки где-то по пивку, то всё, и Витя, ну, очень часто с гитарой, и если бы я не зная Витя услышала бы вот этот голос и гитару, я бы сама начала к нему, наверное, приставать, как бы, как это неприспорно звучит, но, наверное, я бы хотела с ним просто попеть, хотя бы, вот, и так как песня, я услышала, как Витя поёт, я его не стала хвалить, но это чисто моя такая, может, маленькая язвинка, думаю, не буду хвалить, потому что он сейчас возгордится, скажет, ну, это я же вообще там, тэ-тэ-тэ, классный певец, думаю, не-не-не, я это придержу на потом, вот, и мы с ним долго пели, почти всю ночь мы с ним пели, всё это было, ну, это было ого-го когда, да, время летит, время сумасшедшее летит, но музыка у нас всегда звучит, у нас все детки любят, когда Витя играет, даже маленький Данька, и тот тянет ему гитару, и что-то там, струнку-то сам натягивает пальчиком, все знают, что у нас гитары, и поют с ним, и это здорово, когда детки рядом поют, даже были мы в гостях у своих друзей, и был там мальчик, и тоже действительно видно, что заинтересован был песней, гитарой, подошёл, и дай попробовать, дядя, дай попробовать, на, он попробовал, да, 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 и что вы думаете, не прошло и месяца, ребёнку купили гитару, он ходит в школу музыкальную по обучению гитары, и у него всё получается, вот так, понимаете, то есть гитара это вообще инструмент такой, скажем, походный, но она, куда бы мы ни ехали, она везде с нами, даже мы ездили в Бердянск, как это далеко, сами понимаете, и гитара была сзади у меня за спиной, и меня спрашивают, тебе не тяжело? Да нет, не тяжело, она сама себе едет, она же висит, я её не тяну на своих плечах, она уперлась себе в сиденье, и мы рулим, и мы едем, вот, так что гитара, это вещь классная, она всегда с нами, а если есть гитара, есть хорошее настроение, вот далеко ходить не надо, как мы отметили прекрасно, Новый год у моей сестры двоюродной, и молодёжь, мы тоже почти молодёжь, да, вот, и когда мы пришли туда, где мы отдыхали, мы выключили всю музыку, увидели гитару, и мы все всю ночь пели эти украинские красивенные песни, и ту просят, и ту, и ту, и ту, короче, вот вам и пожалуйста, вот она гитара, вот он голос, а это что? Это прекрасное настроение, обалденно люди отдыхают, слушают музыку, а самое главное, все поют, и молод, и стар, и детки, все на свете, это здорово, все, вот таким образом, я вам, я так думаю, очень красиво, вдумчиво, и ни единого слова не соврала, рассказала все то, что вы спрашивали, где научился, когда учился, кто учил, учила улица, учили друзья, учила молодость, желание, вот так вот, вот таким образом он выучился, сам, сам поет, сам играет, сам улыбается и процветает, о как, чуть-чуть, чуть-чуть, маленький стишок получился, на этом все, ребятки, будем сейчас дальше делать дела, их вот так, надо все делать, надо все успеть, завтра приедут наши дорогие гости, и мы будем с удовольствием встречать, будем петь песни, только потихонечку, потому что у нас дом очень многоэтажный, никому, чтобы мы не мешали, но песня всегда будет звучать, все, до завтра, наше хорошее, ну и как всегда, ставьте нам лайки, пишите комментарии, и подтягивайтесь к нам на канал, ну а мы, а мы как всегда, канал Погода в доме, с вами Витя, Лена и Степан, пока-пока,